День с толком Еще один ковидный госпиталь закрывают в Барнауле. Теперь 12-я горбольница вернется к обычному режиму работы. Почти год с пандемией, а выбрасывать маски не научились. Как правильно утилизировать средства защиты? В одном из парков Барнаула появится первый постоянный нерпенарий. Как жителей Байкала приютили на Алтае? Режим повышенной готовности объявлен в Барнауле. Причина – наступление сильных морозов до минус 40 градусов. В городе определили и подготовили пункты временного размещения пострадавших на случай ЧАЭС, на случай эвакуации подготовили транспорт. В то же время городские власти следят, чтобы соответствующие службы с особой тщательностью очищали улицы и дворы от снега, чтобы не мешать движению транспорта. В том числе скорой помощи и пожарных машин. Причина похолодания в том, что после пасмурной и относительно теплой снежной погоды на Алтай с севера приходит антициклон, который приносит с собой настоящие арктические морозы. Синоптики прогнозируют, местами по краю ночной температуры опустятся до минус 50. Как показывают компьютерные модели, морозы останутся на Алтае минимум до вторника. После чего с востока должен прийти циклон, а с ним потепление и снег. Еще один ковидный госпиталь закрывают в Барнауле. 12-я горбольница прекратила оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Медучреждение вернулось к прежнему режиму работы. Здесь возобновили плановый прием и теперь снова принимают экстренную и неотложную помощь. 620 коек, которые ранее предназначались для коронавирусных пациентов, отданы под плановую, экстренную и неотложную помощь по своему прежнему профилю. Уже работают отделения гинекологии, хирургии, неврологии. К концу дня откроется и терапевтическое отделение. Напомню, это не первый закрытый ковидный госпиталь. 1 декабря работать в прежнем режиме начал Алтайский центр материнства и детства. На сегодняшний день в Алтайском крае зараженные коронавирусом занимают 4500 коек. Около полутора тысяч коекомест свободны. А между тем количество зарегистрированных за сутки заболевших ковид-19 в регионе 217. 13 человек умерли. 436 пациентов на этот день в тяжелом состоянии и 134 из них под аппаратами ЭВЛ. К другим темам. Рядом с урной, на детских площадках и на земле. Спустя почти год пандемии медицинские маски часто выбрасывают как фантики. То есть как придется. Но отличается ли это от вида мусора прочего? И как все-таки правильно утилизировать средства защиты, узнавала Валентина Аскерова. Спальный район единственный на весь город контейнер для сбора использованных медицинских масок и перчаток. Внутри почти пусто. Этот мусор люди выбрасывают в обычные урны. Видимо, потому что понимают, что содержимое всех контейнеров все равно окажется в одном месте. На полигоне ТБО общественники категорически против. Уже в Европе опробируют технологию, когда эти маски сначала обезвреживаются. То есть они либо вымачиваются в каких-то растворах, и потом уже этот материал отправляется в переработку. То есть они именно перерабатываются. В Арнауле уже действуют предприятия по переработке медицинских отходов. Но к ним относятся, например, шприц, таблетки. А вот маски нет. В нашем регионе маски обеззараживают, но только те, которые выбрасывает медперсонал красных зон. После обязательного обеззараживания данные отходы децентрализованно термически уничтожаются. Если маски используются для индивидуального применения в быту, то относить их к медицинским отходам нет оснований, так как такие маски являются гигиеническими и к ним предъявляются требования, как к обычным твердым коммунальным отходам. А вы бросают прям на улицу маски? Ну, да везде кругом маски кидают. Не знаю почему. Дворник Владимир каждый день имеет дело с обычными, как говорит Роспотребнадзор, твердыми коммунальными отходами. К работе привык и заразиться не боится. А зря COVID-19. По данным американских ученых, может жить на масках до недели. Я же в 50-х раз выкинул здесь. То есть не боитесь? Нет, мы смелые люди. Greenpeace советует разрезать использованную маску, чтобы ей больше никто не мог воспользоваться. Затем помещать в пакет, хорошо завязывать и только после этого выбрасывать в мусорный бак. А еще лучше советуют общественники полностью отказаться от одноразовых масок и сделать выбор в пользу многоразовых. Просто стирайте ее, обрабатывайте. Стирать необходимо при температуре 60 градусов, обрабатывать либо паром, либо утюгом. И, пожалуйста, пользуйтесь много раз. На самом деле, вот это самый, наверное, грамотный способ. А иначе наша планета рискует утонуть в одноразовом масочном пластике, который, к слову, разлагается не меньше 500 лет. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Наукой и исследованиями нужно заниматься с самого раннего профессионального возраста. Так посчитали в Алтайском политехническом университете. И в ближайшие годы намерены изменить подход к обучению технических специалистов. Так, на базе Алтайского научно-исследовательского института готовят к открытию научно-технологический центр. С подробностями Никита Ермаков. Александр закончил университет год назад и уже работает конструктором. Попасть в штат по специальности так быстро получается не у всех. А парень уверен, закрепился на предприятии благодаря инженерной практике. Мы работали в студенческом конструкторском бюро, в котором мы набрались определенного опыта, который помог нам в дальнейшей работе. Его опытные коллеги говорят, что такая практика на реальных задачах помогает будущей работе, чтобы работодатели были заинтересованы в трудоустройстве выпускников технического вуза. В следующем году существующий научно-исследовательский институт технологии машиностроения «Анитим» ждут реформации. На базе Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения «Анитим» будет создан научно-технологический центр. Как раз, собственно, будет возрождена роль «Анитима». Это как раз организация, которая разрабатывает конструкции, доводит их до технологического решения и дальше идет сопровождение. И, конечно, здесь у нас большие возможности для сотрудничества. Студенты конструкторского бюро ЛГТУ и научно-исследовательского института выполняют заказы и предлагают разработки крупным алтайским компаниям. Например, ученые занимаются созданием систем автоматического пилотирования сельхозтехники. В рамках создания научно-технического центра нам в первую очередь понадобятся конструктора, технологи. Причем это те люди, которые будут работать и в офисе, и в производственном комплексе. «Анитим» – это Алтайский научный институт технологии машиностроения. И ключевым словом является здесь институт. С 1957 года это предприятие занималось наукой, разработкой новых моделей техники. Поэтому создание НТЦ, мне кажется, является логичным. По мнению экспертов, если инженера самых ранних лет обучения привлекать в науку и исследование, где работа ведется с живыми разработками, это повысит не только качество обучения, но и качество будущих технологий. От этих самых студентов или аспирантов. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком. В следующем году планируют уменьшить срок отключения воды во время гидравлических испытаний. Об этом заявила сибирская генерирующая компания в прямом эфире. Накануне в режиме онлайн энергетики ответили на вопросы сибиряков. Что же волнует жителей Алтайского края, расскажет Ирина Корчагина. Начало сезона ровное, но это не значит, что мы спокойны, мы еще не начали волноваться. Так генеральный директор СГК Степан Солженицын говорит о наступившей зиме. Такие эфиры с жителями Сибири в СГК проводили весь год. Этот завершающий. Вопросы горячие. Ситуация с водой в Рубцовске. Многострадальная ТЭЦ в Яровом. Кстати, пока СГК не планирует основательно зайти в Яровое. Но постоянно находится на связи с правительством края. На самом деле здесь речь идет, это не какого-то рода бизнес развития. Просто есть горячие точки, особо тяжелые, трудные точки. И Яровое одно из таких точек. И поэтому Алтайский край смотрит на нас, ну просто как на компанию, которая ответственна инвесторам и может помогать. На вопросы жителей края в прямом эфире ответил и директор Алтайского филиала СГК. Бейчан, например, интересует, когда город перейдет на метод альткотельный. При нем все производители должны продавать тепло по единой цене. Как пояснили энергетики, данное распоряжение сейчас готовят. Вероятно, альткотельная появится в Новограде уже во второй половине 2021-го. В Бейске есть такая проблема после того, как этот город, к сожалению, в этом городе произошла, наверное, так, техногенная катастрофа. Разморожена была система и в период восстановления системы теплоснабжения достаточно большое количество тепловых трасс было проложено в надземном исполнении именно на территории детских и дошкольных учреждений. Это тоже планируют исправить, убрав трубопроводы под землю. В целом, теплоснабжение Бейска и Барнаула, начиная с 2021 года, планируется вложить более 2 миллиардов рублей. Краевую столицу ждут масштабные работы. Работа по перекладке тепловых сетей в Барнауле – это около 30 километров. Мы поменяем реконструкцию центральных тепловых пунктов. Также будем строить в Барнауле газовые котельные, замещать котельные. Две котельные заместим от ТЭЦ. А пока в СГК готовятся к крепким сибирским морозам. Именно они ежегодно становятся проверкой на прочность для тепловиков. Как прогнозируют синоптики, уже завтра температура упадет до минус 38. Энергетики обещают, что тепловые электростанции готовы работать на максимум. Ирина Корчегина, День с толком. Две сестры из барнаульского поселка – Александра и Евгения – попали в настоящую новогоднюю историю. Об Александре на этой неделе узнали многие пользователи соцсетей, после того, как на нее обратил внимание фитнес-инструктор из Москвы Василий Смольный. А началось все с канала в ТикТоке. Там девушка стала рассказывать о своей жизни. Здравствуйте. Я обычная деревенская девушка. Я живу с бабушкой. Со мной никто не хочет дружить, потому что я бедная. Эту нарезку сделали пользователи соцсетей. Александра здоровается с подписчиками, хвастается котенком, рассказывает, что много работало, колола дрова. Я работала вчера до 12 часов, работала, потому что папа у нас не работает, пьет. Кроме отца, у девушки младшая сестра – бабушка, а сама она – инвалид с эпилепсией. Живут бедно. О том, что часто мерзнут, девушка рассказала уже своему деду Морозу. Сейчас так называют московского фитнес-инструктора Василия Смольного, который увидел канал Александры и решил устроить для нее настоящее новогоднее чудо. Договорился, что девушке подарят ноутбук, одежду, курс английского и смартфон. Не ожидалось, что ко мне кто-то приедет и на меня кто-то будет смотреть. Пока Дед Мороз до девушки не доехал, но перемены в жизни Александры и ее сестры Евгении уже произошли. С этой недели они живут в Краевом кризисном центре для женщин, специалисты которого помогают им пройти социально-бытовую адаптацию, учат навыкам ведения домашнего хозяйства и не только. Конечно же, наши ребята работают по психологическому сопровождению. Что это такое? Это поиск таких ресурсов для девочек. Потому что идей у девочек на самом деле очень много. Они творческие, они любят рисовать, и им сейчас важно, чтобы наши психологи помогли. А как, а что делать дальше? Женя позиционирует себя как дизайнер, предлагает стиль одежды менять. То есть они такие активные. Поэтому работа психологов по поиску ресурсов, она здесь прям очень важна и нужна. У меня больше платья, но я хочу создать такой стиль, стиль Парижа. Парижский стиль. Только я боюсь одной вещи, это верлок. Это очень серьезная машина, где можно руки порезать. Специалисты говорят, в первое время девушки были довольно закрыты, поскольку попали в новые условия. Но сейчас им комфортнее. Кстати, на вопрос, можно ли этот центр назвать домом, девушки ответили так. Нет, то, как обращаются с нами, тут лучше, чем дома, потому что там напрягало больше, чем тут. Все тут доблые, дружелюбные. Да, действительно, та самая поддержка, которая им сейчас необходима. Доброе слово, обнять, послушать их о том, что у них сейчас, поговорить с ними. Они очень тепло вспоминают свою маму. Они начали улыбаться, они улыбаются. И это тоже, знаете, дорогого стоит. Они, как они говорят, они отогрелись. Ходят уже не в теплых вещах, а ходят уже в футболочках. Я говорю, вам не холодно? Они говорят, нет, нам жаль. Они выспались. Работу ведут и с родными девушек, чтобы наладить внутрисемейные отношения. Бабушки Александры и Евгении предложили также пожить в кризисном центре, но она отказалась. Сейчас в доме семьи есть и уголь, и дрова, а девушки проходят медицинское сопровождение и оформляют документы нам от помощи от Министерства социальной защиты. В канун Нового года в Барнаул приехали необычные гости из мира животных. Байкальские нерпы. В отличие от предыдущих подобных визитеров, они намерены остаться в краевой столице всерьез и надолго. В одном из парков появился первый в городе постоянный нерпинарий. Накануне его открытия Илья Кочетков побывал в этом маленьком водном мире. Давай лапку, мой друг. Давай, мой друг, лапку. У тебя, Аделька, Аделька. Аделька, радость моя. Да, я тоже тебя люблю. Жорик, молодец. Знакомьтесь, Жорик, Аделька и Зевс. Байкальские нерпы. Беззаботно плещутся в прохладной, комфортной для них воде. А могли бы сейчас, только не пугаетесь, быть чьими-то шапками. Браконьеры берут в основном их детенышами. Дети у них белого цвета, бельки их называют. Из них делают хорошие шапки. Они стараются их поймать. И получается, вот эти особи, скорее всего, были пойманы там по прошествии полугода после рождения, когда они уже начали менять цвет. Им уже, может быть, там было невыгодно, они их просто тупо держали. И тут появились мы, наша бригада, которая в неравной битве там победила этих всех браконьеров. На нашей стране был законный численный перевес. И мы их просто забрали. Идем сюда, мои радости. И поэтому мы занимаемся ими. Чтобы полюбоваться этими забавными и красивыми животными, раньше барнаульцам приходилось ездить в Новосибирск или Иркутск. Или ждать, когда передвижной нерпенарий приедет на гастроли. Организаторы говорят, в один из таких визитов и появилась идея сделать свой. Просто однажды, примерно лет пять назад, к нам в парк приехал передвижной нерпенарий. Вот, как бы было весело, мы вспомнили просто про это. И решили, появилась возможность, появилось помещение. И мы решили организовать стационарный нерпенарий. Так как в городе у нас такого нет. Специалисты поясняют, гастролирующие нерпенарии – это скорее про бизнес. Если животные живут на одном месте, они чувствуют себя комфортно и даже могут творчески развиваться. Эти нерпы, которые получили теперь барнаульскую прописку, они не только, оказывается, артисты, но еще и художники. Вот это полотно написал, кто бы мог подумать, Зевс, он там или там, сложно сказать. Вот такое, да, искусство. Ну, это, так сказать, черновик, а мастер-классы по нерпячьей живописи барнаульцы смогут увидеть на представлениях, которые обещают начать уже завтра. Правда, организаторы напоминают о правилах безопасности. Ни в коем случае нельзя кормить животных, нерпам дают только рыбу и только проверенную. А еще, как не хочется потрогать это очаровательное создание, делать этого нельзя. Потому что байкальские нерпы, конечно, милые, но все-таки еще и хищники. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов, День с толком. 31 декабря не работаем. Или работаем все, как решит работодатель. Губернатор края Виктор Томенко подписал соответствующий указ. Предпринимателям и частным организациям рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днем при сохранении денежного содержания. А не выходным, как сочли многие, но опять же отпускать сотрудников или нет, всего лишь рекомендация. В то же время органам исполнительной власти указ предписывает отпустить работников домой. То есть все подчиненные краевых министерств, управлений и комитетов точно последний день в году проведут дома. В остальных же случаях большую часть, большую роль, по словам юристов, будут играть профсоюзы. Ведь этот день должен быть оплачен, даже если работодатель разрешит отдыхать. Поскольку это носит рекомендательный характер и оплата должна производиться в размере средней заработной платы, естественно, все наши работодатели должны подчиниться указу губернатора и предложить своим работникам о том, что 31 числа будет у них выходной день и, соответственно, произвести оплату в размере средней месячной заработной платы. И пойдут ли на это работодатели, можно только догадываться. А вот как барнаульцы относятся к предложению отдыхать в последний день года, мы спросили у них самих. И здесь все единогласны. Вам 31-го дали выходной? Да. Ваш работодатель, то есть дал выходной, и он будет его оплачивать? Да, будет. А вы как считаете, вообще 31-го это праздник? Нужно выходной делать? Ну, конечно, всем надо подарки подготавливать. Чтобы не создавать суету в преддверии праздника, спокойно подготовиться и поучаствовать в процессе. Поэтому жизнь и так у нас тяжкая морально нынче. Какое-то мелкое светлое пятно немножко разбавит эту атмосферу баразмов и брака. Надо всегда делать выходным, потому что это дополнительные хлопоты, особенно для женщин. Вот, и мужчинам тоже есть над чем поработать, и елку надо поставить, и стол приготовить потом. Поэтому однозначно нет. И я вот приветствую, что наш уважаемый губернатор сделал нам праздник. Вы и в праздничные дни работаете? Ну, в праздничные дни нам, да. Потому что, видите, снег-то идет. А как вы считаете, 31 декабря необходимо делать выходным? Ну, я считаю, что по-человечески, да. Потому что люди должны подготовиться к празднику. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.